Началось совещание с церемонии награждения. Десногорский историко-краеведческий музей занял призовое место на всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию музейной экспозиции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. От лица Российского военно-патриотического общества заместитель главы города Александр Новиков вручил почетную грамоту директору учреждения Наталье Демьяновой. Далее представил свой отчет начальник медико-санитарной части 135 Алексей Азаренков. Так, за прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 199 вызовов. Госпитализировано три участника дорожно-транспортного происшествия. Десногорцы стали чаще простужаться из-за наступивших холодов. Наблюдается незначительный рост инфекционной заболеваемости. Системы жизнеобеспечения города работают стабильно. 23 сентября в соответствии с постановлением администрации начался отопительный сезон осенне-зимнего периода. Я попрошу руководителей управляющих компаний в максимально сжатые возможные сроки обеспечить подачу теплоносителя в наши многоквартирные дома и, соответственно, провести эти работы с надлежащим качеством. Подключение многоквартирных домов идет по графику. За вчерашний день было подключено 56 домов из 96, которыми управляет компания МККП. Планируем сегодня работу по подключению домов закончить. И впереди нас ждут уже наладочные мероприятия. В заключительной части совещания Комитет по культуре анонсировал новые мероприятия. 1 октября в 18.06 городской творческий фестиваль, посвященный Международному дню пожилого человека, душой вечно молодые. 27 сентября в 10.00 будет проводиться проверка муниципальной системы оповещения населения. Десногорцев просят сохранять спокойствие. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.